С началом эпохи электротяги марки создавались с нуля. Затем подоспели традиционные производители, а теперь в гонку стартапов включились и электронщики. Тайваньский бренд Foxconn, принадлежащий группе Хон Хай, обывателю известен как фактический производитель айфонов, фотоаппаратов Кэнон и других устройств. Его автомобильное подразделение называется FoxTronn и показало сразу три прототипа. Кроссовер Model C, седан Model E и автобус Model T. Исторически такие модели были у Форда, но в современном мире это явный намёк на Теслы. Для легковых машин заготовлена модульная платформа MIH, которую пестует целый консорциум с привлечением компаний Microsoft, Qualcomm и группы Yulon, той самой, что выпускает легковушки Luxgen. Хронологическим первенцем платформы считается кроссовер Model C, чьи технические характеристики толком не рассекречены. Кроссовер довольно компактный, короче, Тигуана, но с посадочной формулой 5 плюс 2. А это означает трёхрядный салон. Заявлен запас хода аж в 700 километров и разгон до сотни менее чем за 4 секунды. Но верится в это с трудом. Да и в серию Model C пойдёт лишь года через два. А вот электрический автобус встанет на поток раньше, уже в 22-м году. Китайцы уверяют, что Model T уже намотало 200 тысяч тестовых километров. И отвечает требованиям американского транспортного регулятора FTA. Но самая интересная машина — это седан Model E. Техника тут аналогична кроссоверу. Но для более чем 5-метровой машины заявленные 760 сил и 3 секунды до 100 километров в час выглядит уместнее. Впрочем, серийное производство отложено до 2023 года, и параметры ещё успеют пересмотреть. Интересно, что часть характеристик раскрыл не сам Foxron, а ателье Pininfarina, которая на поверку и занималась дизайном седана. Ещё один китайский гигант — Huawei — пока лишь поставляет компоненты для гибридов марки Serres. Но так втянулся, что начал продавать кроссоверы SF5 в собственных центрах под вывеской Smart Selection. И вместе с телефонами. Поэтому машины без лишней скромности несут двойную марку Huawei Serres. К слову, сам бренд Serres принадлежит выпускающему автокомпоненты китайскому концерну Socos. И весной агентство Reuters сообщало, что боссы Huawei искали возможность эту марку купить. Похоже, что успехом переговоры не увенчались, и теперь Huawei проектирует свой собственный электромобиль, взяв себе в партнёры тот же Serres и Chanyang. Как сообщают китайские СМИ, модель AOTU может выйти уже до конца года. Продолжение следует...